добрый день дорогие друзья вы снова на канале ОМЗАП и с вами я Роман и сегодня хотим поговорить вот о чем очень часто под каждым видео некоторые из вас пишут такие комментарии что мы либо неправомерно развели клиента или владельца на дорогостоящий ремонт либо что-то сделали то чего можно было бы и не делать и сегодня у нас очень хороший показательный пример на котором мы вам расскажем объясним и вместе с вами даже посчитаем во что обойдется данный ремонт а вы уже можете выбрать исходя из своих финансовых возможностей и экономической целесообразности выбрать дальнейший ремонт который мы вам сейчас про который мы вам сейчас расскажем и так поехали двигатель у нас g4 kc или kc с автомобилей hyundai sonata 2007 года выпуска пробег на нем за 200 тысяч километров обратился с жалобой что двигатель стучит двигатель мы сняли разобрали продефектовали и обнаружили стандартную картину если бы не одно но но обо всем по порядку и так блок в блоке у нас имеются небольшие задиры видно сейчас мы их еще повернем и покажем они с двух сторон причем вот с этой стороны да но мы специально там не измеряли всю эту овальность но в любом случае здесь даже чувствуется что есть износ и поршень который здесь работал подъедал масло поэтому двигатель не только стучал скорее всего еще не ел масло на поршнях также имеются задиры вот они хорошо видны данном случае причем задиры не это было причиной ремонта это уже как следствие того что он разобран и менять поршни блок нужно гильзовать и хонинговать но также был изношен шатунный вкладыш третьего цилиндра вот он и он даже вращал но не успел его нагреть но в любом случае он внутри головки штана вращался поэтому шатун менять и коленчатый вал двигателя на вот мы видим здесь шейку третьего цилиндра а самое страшное что у нас на коренном подшипнике третьем на третьем коренном подшипнике вкладыш провернулся и он вращался в блоке сейчас это мы вам покажем внешне вы скажете ничего страшного но ничего страшного это если вы сами себе делаете этот ремонт и за качество работы отвечаете самостоятельно а если вы делаете ремонт кому-то то в данном случае видите вкладыш здесь болтается и он тут вращался как здесь так и вот у нас крышка для этого вкладыша точно так же он здесь вращается вкладыш провернула и это самое пренеприятное из этого ремонта поэтому здесь помимо расточки и гильзовки нужно ремонтировать постель коленчатого вала вал разумеется менять так вот теперь мы подошли к самому главному на стоимости ремонта давайте же рассмотрим два варианта ремонта этого двигателя первый это сам естественно непосредственно ремонт и восстановление данного двигателя второй замена на контрактный итак начнем с ремонта что мы здесь будем менять поскольку двигатель застучал соответственно будет заменен коленчатый вал расточен загильзован и отхонингован блок цилиндров отремонтирована постель коленчатого вала заменен заменен шатун поршни поршневые кольца соответственно будут куплены установлены новые бильды новые поршни новый масляный насос потому что здесь он стоит с балансирами здесь уже вопрос нюансы там плюс-минус по работам это либо мы меняем на аналогичный новый либо ставим от двухлитрового обычный масляный насос также будут заменены цепи натяжители успокоители отремонтирована будет головка блока цилиндров там будут притерты клапана и заменены мотосъемные колпачки считаем теперь по стоимости работа снять поставить двигатель стоит 20 тысяч рублей разобрать собрать и продефектовать двигатель стоит 25 тысяч рублей гильзовка я сейчас говорю только работа гильзовка стоит 14 тысяч рублей и ремонт постели коленчатого вала ну для ровного счета округлим до 1 примерно 11 тысяч рублей и теперь самое дорогостоящее в этом ремонте это стоимость запасных частей и одноразовых деталей которые используются при ремонте по нашим прикидкам и делали подобный ремонт пару дней назад там обошлось 151 тысячу здесь мы взяли чуть поменьше поскромнее ну 140 тысяч рублей если мы все это сложим 25 плюс 20 плюс 14 плюс 11 и плюс 140 у нас получится на круг 200 тысяч рублей включая там масло фильтры и прочее запомнили до ремонт данного двигателя обошелся в 210 тысяч рублей причем мы отремонтировали вот эти вот постели а теперь надо задать себе вопрос при продаже этого двигателя будешь ли ты лично говорить о том что ты отремонтировал этот постели коленчатого вала и поставил сюда не оригинальные вкладыши если он опять застучит не будет ли этот блок уже последним и в следующем ремонте его нужно будет заменить как вы думаете напишите в комментариях рассмотрим теперь второй вариант это установка контрактного двигателя считаем работы снять поставить то же самое 20 тысяч рублей разборка и дефектовка сборки здесь нету берем чуть меньше половины стоимости 10 тысяч рублей этот мы его разобрали до такого состояния потом сложим в коробку положим в багажник если нужно будет контрактный двс можно найти от 60 до 80 тысяч рублей стоимостью бушный двигатель опять же в комментариях можно написать что купить можно дешевле безусловно можно и вот этот двигатель собрать с этими запчастями и продать его кому-то тысяч за двадцать бушный купишь ты его такой или нет вот в чем вопрос поэтому остановимся на 80 тысяч рублей когда привезем привезем контрактный двигатель нужно будет обязательно снять поддон и проверить состояние цепей привода грм какое состояние это работа из собрать его потом на навесное оборудование на него все повесить сняв со старого эта работа стоит 10000 рублей дальше уже по состоянию необходимости нужно ли менять цепи или не нужно определимся но будем надеяться научное на лучшее что цепи и вкладыши там в идеальном и в хорошем состоянии начало разборка и проверка чтобы быть уверенным что там с ними все нормально это стоит 10000 рублей ну и расходники при установке нового контрактного двигателя порядка пяти тысяч рублей там герметик масла фильтра те же самые антифризы на доливку и теперь посчитаем до 20 плюс 10 плюс 80 плюс 10 и плюс 5 у нас получается примерно 125 130 тысяч рублей и у тебя стоит готовый нормальный двигатель пусть и бушный вот и считай 210 и 135 не подумай что лучше понятно что он контрактный неизвестно сколько он еще проходит но в любом случае они 210 тысяч рублей поэтому и решайте вот что здесь сделать в данном случае покупать и тратить 210 тысяч рублей либо вот здесь вот как нам многие опять же могут написать даже немногие некоторые могут написать да я бы тут ничего страшного взял бы поставил бы новые вкладыши оригинальные всего прокатило а если не прокатит ты же делаешь работу ты берешь за нее деньги значит я обязан дать гарантию на свою работу а мы же не можем дать гарантию на то в чем мы не уверены но если еще и третий вариант мы тут подумали и посовещались что мы о нем не сказали поэтому хочу сказать пару слов о третьем варианте это можно купить тот же самый контрактный двигатель его отремонтировать так называемый ребил но стоимость этого ребил да будет зависеть от того что конкретно мы в этом любил в этом контрактном двигателе будем менять но ориентировочно на круг можно прикинуть тысяч пятьдесят примерно покупки даже вот во втором варианте когда мы меняем двигатель на Мы ведь можем этот контрактный двигатель при вас разобрать, продефектовать его точно так же и потом собрать, заменив те необходимые запчасти, которые потребуются к замене. Но опять же, точную стоимость мы можем сказать только после разборки. Но в принципе я вам объяснил два основных пути решения данной проблемы. Вот есть максимальный ремонт, который обходится в 210 тысяч рублей, а есть минимальный ремонт, который обходится в 125-130 тысяч. Есть, конечно же, золотая середина, это купить контрактный двигатель и его отремонтировать. Но здесь опять же, решаете вы. Мы вам предлагаем пути решения этой проблемы и озвучиваем различную стоимость. А дальше уже решаете вы, что вам делать и как вам делать, как в фильме «Матрицы». Есть голубая таблетка, а есть красная таблетка. А вы уже решаете, какую из них принимать. Вот что я вам хотел сказать. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Забыл сказать? Ну обязательно скажу, потому что ты еще пока не написал об этом в комментариях. Масляные форсунки, ну куда же без них-то? Захочешь, мы тебе их сюда поставим. Не захочешь, не будем ставить. Все определяется ценой вопроса. Стоимость минимальную, максимальную я озвучил. А дальше решать тебе. Ну и бог любит троицу, да? Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подпишиваться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok